Память о военном прошлом хранят экспонаты Бендерского историко-краеведческого музея. Героические страницы освобождения нашего края оживают сегодня в экспозициях постоянной выставки. Оружие, предметы одежды и быта, копии документов воссозданы и собраны по крупицам, чтобы представить этот важный период военной истории. Карты, схемы, подлинное оружие и обмундирование, фронтовые письма, награды и фотографии. Эти многочисленные экспонаты музея – свидетельство мужества и самоотверженности советских солдат и офицеров в упорных боях за город. Особая гордость бендерчан – материал о героях Советского Союза, удостоенных этого звания у стен нашего города. В диораме музея представлен важный исторический момент – форсирование Днестра в районе Варницкого плацдарма войсками 37-й армии. Именно это событие положило начало развитию Яско-Кишиневской операции. Она навсегда войдет в историю как одна из самых успешных наступательных военных кампаний периода Великой Отечественной войны. В ходе Яско-Кишиневских Кан, как часто ее называют историки, были не только разгромлены три армии противника, но и освобождена вся Молдавия и Румыния. Герои-освободители навеки упокоены у стен мемориального комплекса воинской славы. Он был открыт 23 августа 1964 года. В 1964 году было принято решение, что останки всех бойцов и командиров Красной армии, кто погиб в ходе освобождения города Бендеры, передохоронить на новом мемориальном комплексе площади Героев, который был открыт 23 августа 1964 года. Поскольку на территории города Бендера было несколько братских захоронений, то все останки были собраны и переданы земле уже на территории нового комплекса. Здесь на гранитных плитах высечены имена солдат и офицеров советской армии, кто погиб в освобождении нашего города в ходе боев в апреле-августе 1944 года. Всего здесь высечены имена более 5000 солдат. На площади Героев всегда горит вечный огонь в память о тысячах советских воинов, отдавших свои жизни за освобождение Бендер. Именами многих из них названы улицы.